Добрый вечер! А двоих должны выбрать жители. Претендуют на депутатские кресла 6 человек. Но вот воспользовались своим правом на бесплатное эфирное время только наши гости. Это Александр Попов, кандидат от партии пенсионеров, и Никита Гаврилов, самовыдвиженец. Давайте с ними сегодня познакомимся, пообщаемся, ну и, конечно, позадаем вопросы. Здравствуйте, уважаемые гости! Спасибо, что пришли сегодня к нам. Формат нашей программы будет таков, что каждому из вас будет дано время для самопрезентации в районе 5 минут. Ну, так как гостей у нас сегодня немного, и вы захотите высказываться дольше, можно и дольше, ничего страшного. Ну, а затем вопросы друг к другу. Также совпало, что оба кандидата сегодня идут по одному избирательному округу, по четвертому. И, в общем-то, сегодня являются визави друг друга. Так что посмотрим, что нам хотят рассказать и донести нам с вами кандидатов депутата. Давайте, наверное, Александр, начнем с вами. С вас мы подготовили короткую справку. Пожалуйста. Ну, это очень короткая информация. Пожалуйста, расскажите о себе подробнее. Спасибо. В принципе, всю основную информацию уже про мою биографию уже сказали. Я бы хотел немножко рассказать о том, что я хочу сделать и какие цели преследует наша партия. Сегодня социально-экономическая демографическая ситуация в стране продолжает бросать вызов большинству граждан России. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость считает, что неотложных решений требует именно внутренние проблемы. Это обеспечение достойной жизни и создание условий для активного долголетия. Наша партия собирается предпринять некоторые меры для этого. Во-первых, наша партия намерена блокировать попытки поспешного, непродуманного механического повышения пенсионного возраста граждан России. Назрела необходимость принятия серьезного политического и финансового решения. И опираться на данное решение должно именно на мнение народа. Во-вторых, настало время принимать максимальные меры для решения проблемы бедности. Надо добиваться от Федерального собрания Российской Федерации разработки и последовательного принятия комплекса важнейших нормативных актов, таких как законы об основных гарантиях социальных прав граждан старшего возраста, Пенсионного кодекса Российской Федерации, Социального кодекса Российской Федерации. В-третьих, всю систему российского здравоохранения вообще нужно лечить. Материальный достаток пациентов и их отдаленность от центра не должны влиять на качество и доступность медицинских услуг. При этом для самих медиков нужно создать по-настоящему комфортные условия труда. Пора потребовать от Минздрава принятие действенных мер. В-четвертых, нужно сформировать и начать реализовывать общенациональную программу формирования уважительного отношения к людям старшего возраста. Вести в оборот термин «права пожилого человека». Добиваться этого следует с использованием возможностей СМИ, учебных заведений, органов государственной власти, деятелей культуры и искусства, представителей религии, религиозных организаций. И последнее. В Российской партии пенсионеров за социальную справедливость убеждены, у государства достаточно реальных и социально справедливых источников доходов. Если их профессионально, честно и системно реализовывать, можно обойтись без дальнейшего обездоливания неимущих. Для этого партия будет противодействовать попытками представителей финансово-экономического блока правительства Российской Федерации и поддерживающих его депутатов всех уровней вводить новые налоги, сборы и платежи для пенсионеров и иных социально незащищенных категорий граждан. Наша партия, в частности, и я сам, несмотря на ее название, мы настроены на самое активное молодежное участие в решении всех связанных с политическим и экономическим будущим нашей страны. В принципе, это все, что я хотел рассказать. Так коротко. Мы поняли, что это презентация программы партии на местном уровне. Что вы хотите видеть в Уссурийске, от Уссурийска? Каким образом здесь лоббировать те интересы, которые вы сейчас только что озвучили? Все-таки вы собираетесь в Думу Уссурийска. Законодательная инициатива, безусловно, существует у наших депутатов. Но все же можно еще немного о себе, но уже в разрезе Уссурийского городского округа. В разрезе Уссурийского городского округа можно проводить всю ту же самую работу. Я скажу больше, что ее нужно проводить. На самом деле, я уроженец этого города. Я провожу тут большее количество своего времени. И мне на самом деле иногда больно смотреть. Я прохожу на улице, на обездоленных людей. Я понимаю, как нужно помочь им, какими способами это можно сделать. И поэтому все то, что я выше перечислил, то оно все реально осуществить в рамках нашего муниципального образования. Очень интересно. Послушаем вас чуть позже. Сейчас мы передаем слово вашему оппоненту. Это Никита Гаврилов. Наша короткая справка. Затем он сам себя представит. Гаврилов Никита Александрович. 4 декабря 1994 года. Место рождения. Город Ленск. Республика Саха. Якутия. Место жительства кандидата. Город Уссуриск. Студент ДВФУ. Магистратура прикладной математики и информатики. Никита, вам слово. Да, здравствуйте. Действительно, я родился в городе Ленске. Но всю свою сознательную жизнь я прожил в Уссуриске. Я ходил в 39-й садик в Уссуриске. Закончил 25-ю школу и поступил в педагогический институт. Он сейчас школа педагогики ДВФУ в Уссуриске. Со мной в группе в институте училось 17 девушек. И сразу меня выбрали старостой. Так и началась моя активная студенческая жизнь. Почти сразу я вступил в студсовет нашей школы. Вы не переживайте, пожалуйста. Не волнуйтесь. Первый раз. Я понимаю, что первый раз. Не последний, точно. Не переживайте. Да, я тоже, надеюсь, не последний. Почти сразу я вступил в студсовет школы педагогики. В пресс-центр школы педагогики Уссуриска. Которым руководил Игорь Владимирович Валинский. Пока я учился на первом курсе, студенты на Русском острове выбирали президента кампуса. И тогда мне было очень интересно, почему именно из этих студентов выбирают этого человека. Как его выбирают. Ближе к третьему курсу я перевелся в ДВФУ на Русский остров. Тогда же я со своим однокрупником создал проект FIFO Life, который сейчас насчитывает около 10 тысяч человек. И он направлен на защиту прав студентов. В 2017 году я закончил бакалаврят и поступил в магистратуру, где я познакомился с руководителем рабочей группы «Социальная справедливость» Общероссийского народного фронта Алексеем Сергеевичем Кошелем. И он предложил нам вступить в региональную пятерку молодежки ОНФ и вступить в молодежку ОНФ. По мере возможности мы с ребятами из ОНФ посещаем детские дома. У нас сейчас идет проект «Безопасность детства», который мы ведем вместе с уполномоченной по правам ребенка Анной Викторовной Личковахой. В рамках молодежки ОНФ у нас есть проект «Счастливое детство», который мы ведем совместно с директором детского дома номер 2 Игорем Анатольевичем Живниленко. Одновременно с тем, как нас пригласили в молодежку ОНФ, я начал баллотироваться в президенты кампуса. И благодаря нашей деятельности, которую мы вели на кампусе в течение трех лет, меня выбрали президентом кампуса. Поддержали большинство студентов. По мере возможности мы поддерживаем своими маленькими проектами другие проекты. Например, волонтерское движение «Премпоиск», которое занимается поиском детей и пропавших людей. Мы стараемся публиковать ориентировки в своих группах, например, «Активное приморье» или в группе «Уссурийск», которая вчера превысила отметку в 16 тысяч пользователей. Спасибо вам большое. Тоже хотелось бы услышать, что вы хотите для «Уссурийска», с какой целью вы идете в депутатский корпус местной думы. Ваши планы? Да, конечно. Во-первых, для меня депутатство это всего лишь инструмент, которым можно добиться какого-то логического продолжения того, чем мы сейчас занимаемся. Это проект «Счастливое детство» или «Безопасность детства». У нас ужасные дворы в «Уссурийске». Детских площадок, ну, они есть, но есть не во всех дворах. Где-то они сломаны, на них по ночам сидят и пьют пиво, например, взрослые люди. Вот. Ну, я продолжу просто заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Будет ли у вас возможность пропускать пары и приезжать сюда на заседания комитетов? Я думаю, это вообще не проблема, так как я уже переводился из школы педагогики на остров Русский. Точно так же я могу перевести из острова Русский в школу педагогики. Тем более тут очень хорошие преподаватели. И уровень знаний, которые дают в школе педагогики, он намного выше, ну, по крайней мере, именно по тем специальностям, по которым я учился. Ну, математика, информатика здесь сильно. В школе педагогики, да. Тут и Олег Михайлович Горностаев, и Педюра Татьяна Алексеевна, они дают, ну, намного уровень выше знаний. В общем, для вас не проблема, если что, поменять место пребывания, скажем так, и служить народу. Товарищи, ну, есть у вас друг к другу вопросы? Уверена, что имеются, потому что я услышала совершенно разный подход, разное видение. Кто первый? Я хотел бы, если можно, еще дополнить. Конечно, конечно, пожалуйста. Я вхожу в состав Совета молодежи перед Думи Уссурийского городского округа. Также я оказываю юридические консультации бесплатные при приходе храма Покрова Пресвятой Богородицы. То есть это наша центральная церковь, которая находится на русском рынке. Мы оказываем консультации и помогаем реальным решениям и проблем. То есть это, опять же, в основном это старики и слабо защищенные категории граждан, у которых просто-попросту нет денег. Нет, ни для кого не секрет, что юридические услуги, они стоят достаточно большие суммы. Вот. И я на данный момент помогаю. То есть я, в принципе, для чего, если говорить о том, для чего мне это нужно. То есть для меня это действительно настоящий ресурс. То есть я могу заниматься тем же самым, чем я и занимаюсь, только уже с такой немного более другой нормативной нормой. То есть это всем известно, что есть привилегии, да, депутатские записки. То есть которые... Хотелось бы узнать, не понаслышке ли вы знакомы вообще с работой депутатов. Но, знаете, у нас многие люди считают, что депутатам местной думы, например, платят зарплату. Вы знаете, что это не так, да? Конечно же. Никой зарплаты нет. Начиная только с ЗАГС-собрания, какие-то есть... И то не все. И то не все, да. Поэтому вот действительно ли вы понимаете, как работает дума, действительно ли вы понимаете, что у вас будет возможность влиять на все то, что вы запланировали? Я сейчас получаю второе высшее образование. Первое я заканчивал как раз-таки в школе педагогики, поступал еще в УГПИ, закончил уже ДВФУ, это восточный факультет, японский язык. Потом пошел, служил в армии, год, честно. Потом я пришел и понял, что мне нужно еще юридическое образование. Я поступил во Всероссийский государственный университет юстиции, при Министерстве юстиции Российской Федерации. На факультет правового обеспечения национальной безопасности. И мне это очень дало большой достаточно багаж знаний. И я четко понимаю иерархию построения муниципального образования нашей страны в целом. То есть для меня это действительно как бы важно. То есть тут действительно зарплаты и все остальное, это не про нас история. Когда вы поняли, что хотелось бы представлять волю народа в неком органе официальном? Я сейчас в силу своих, как бы можно сказать, деятельности, которые я оказываю, бесплатные юридические консультации, я и так тесно контактирую. То есть это управление градостроительства, наша администрация. То есть вопросы часто встают в земельном отношении. И то есть вот в этом направлении я очень плотно работаю, поэтому для меня это... То есть вы видите бреши в законодательстве местном, опять же, касаемо земельного права. Какие-то, может быть, бюрократические припоны в связи... Не связано ли это с вашей предпринимательской деятельностью? Нет, никак абсолютно не связано. Моя предпринимательская деятельность, основная деятельность, это строительство у нее. Но сейчас она большую часть ведет по реализации полиэтиленовых изделий. То есть и мой бизнес с моей второй деятельностью, он вообще абсолютно никак не связан. И даже если я надеюсь на то, что у меня все получится, то никакого отношения к этому иметь не будет. Интересно. Никит, ну практически те же вопросы вам. Хотелось бы понимать, а точнее, чтобы наши зрители понимали, что вы ясно и четко представляете, как работает Дума, какими именно делами она занимается. Потому что, по-честному, да, многие обыватели считают, вот приду, и сразу все дворы у нас станут заасфальтированными, везде будут стоять площадки, а где на это взять деньги, не думают люди. Вот вы, вот эту схему, как себе представляете, какие пути, опять же, тех же дворов, благоустройства тех дворов вы лично видите? Да, конечно, я понимаю, насколько это сложно. Даже сейчас мы сталкиваемся с проблемой. Есть заброшенные здания, на которых гуляют дети, стройки, есть заброшенная котельная, где есть свободный вход на второй этаж, с которой дети могут спокойно упасть, играя. Вот. И мы уже столкнулись с такой проблемой, что для того, чтобы администрация города хоть как-то заметила, необходимо, проще всего, написать в прокуратуру по этому поводу, чтобы прокуратура начала заниматься, и после этого уже администрация обращает внимание на эти проблемы. Мы знаем, что... Ну, если это здание не в чьей, например, собственности, поверьте мне, администрация про все это и так знает. Опять же, средства, какие-то муниципальные программы, за счет которых, да, там можно сносить здание, либо, если оно в собственности, то тут уж просто простите, можно развести руками. Если оно чье-то, то прокуратура... Если оно чье-то, то прокуратура... Не сможет это повлиять. Ну, допустим, министерство обороны. Нет, если оно чье-то, то прокуратура должна повлиять на это. Должны хотя бы поставить какие-то заборы, и собственник здания, он обязан оградить эту площадку, чтобы туда не было особенного прохода. Доступа, да. Вы выкладывали в интернет материал, где была снята, красиво смонтирована, ничего не скажу, очень здорово. Да, подборка такая негативная наших самых заброшенных мест Уссуриска. Причем, скажу вот свое мнение, да, похоже на принцип нигилистов. То есть давайте мы вот все снесем, а потом, может быть, построим. Так ли это? Каким образом вот вы рассматриваете этот посыл? Правильно ли это завоевывать голоса электората вашего, да, путем демонстрации только негатива? Ну, на самом деле, мы не хотели этого сносить, мы не просили этого сносить, да. Мы хотели просто, чтобы люди обратили внимание на то, что эти проблемы существуют, чтобы администрация сейчас обратила внимание какое-то. И этот ролик уже в сети Инстаграм, по-моему, 40 тысяч просмотров набрал, и в сети ВКонтакте, ну, 1011. Вот, то есть свою основную задачу мы как бы выполнили, мы привлекли внимание к проблеме. Я считаю, что это очень важно, привлечь к вниманию к проблеме. Вот, и... Вы получили какой-то резонанс именно от администрации? Ну, от администрации я не получил никакого резонанса. Да, я только знаю, что... Ну, они видели это. Вот. Но делать пока никто ничего, я так понимаю, не собирается. Ну, потому что по каждому случаю, естественно, нужно отдельное частное разбирательство. По поводу, все-таки, детских площадок. Сама являюсь человеком, который увлекается урбанизмом. И вы знаете, молодых людей, которые у нас могли бы пропагандировать современное благоустройство, в Уссуриске не вижу. Вот эта область каким-то образом вас тоже интересует, и собираетесь ли вы внедрять новое современное благоустройство? Потому что в Думе, поверьте, вот это можно сделать. Скажу, да, комфортное общественное пространство, элементарное строительство правильное, тротуаров и так далее. Потому что Дума все-таки у нас отслеживает то, как исполняют муниципальные программы администрации. Да, по поводу красивых дворов, ну, вообще, города в целом. У нас не только проблема в детских площадках. У нас сейчас по всему городу стоят заборы. Вдоль дорог. Я думаю, видели, не видели? Ну, естественно. Я вам сейчас расскажу, почему они стоят. Я знаю, почему они стоят, да. Может быть, вы расскажете нашим зрителям, потому что, честно говоря, в программе «Накипело», которую мы ведем по четвергам, мы рассказывали много раз, но расскажите еще раз, потому что это очень важно и никто не понимает. Ну, в общем, есть ГАИ, есть закон, который обязывает поставить эти заборы. Но есть способы, с помощью которых можно было бы обойти этот закон. Расскажите, пожалуйста. Например, велодорожки. Если бы были велодорожки, то эти заборы не нужны бы были. Я думаю, в Усулиске не хватает велодорожек. Ну, это, к примеру, просто как один из способов убрать эти заборы, которые, ну, явно никому не нравятся. Да, правильно. Все так и есть. Велоинфраструктура, пешеходная инфраструктура, доступная среда безбарьерная. Все это то, что хотелось бы у нас увидеть. Александр, можно вот все-таки узнать и у вас в видении этой ситуации, потому что в Усулиске это слабые места, они действительно ощутимы, заметны невооруженным глазом, и даже гостям, которые приезжают сюда, и федеральным блогерам. Я скажу так... Кроме защиты прав обездоленных. Я понимаю. Да, да. Нет, я просто скажу так, что на самом деле, да, с дворами, это все у нас понятно, но тут проблема лежит немножечко глубже, чем она качественная, на первый взгляд. Нельзя просто прийти и обустроить этот двор. Даже если вы найдете мецената, там какую-то инициативную группу, своими средствами, это невозможно сделать, в силу того, что существует некоторый правовой алгоритм, что ты должен сделать перед этим, чтобы добиться какого-то конечного результата. Но в силу некоторых, может быть, я не знаю, недоработок или еще чего-то, у нас на некоторых дворах земля под строением не принадлежит этому дому. Либо принадлежит, но в ограниченном количестве, и просто-напросто негде поставить эту площадку. Понимаете? То есть тут нужно чуть-чуть еще по-другому смотреть. Говорить о том, что да, мы сделаем, да, нам этого не хватает, вот это, это, тут нужно смотреть действительно вещи объективно. Что можно сделать, а что нельзя сделать. Можно сделать, попытаться, допустим, выбить землю для этого дома, именно для благоустройства этой территории, для строительства той же самой детской площадки. Велодорожки, конечно, велодорожки. Велодорожки – это тоже своеобразная интересная история. То есть вы же понимаете, от того, что вы сделаете велодорожку, ограниченство пространства для автомобилей. То есть тут тоже нужно, получается, нужно переносить куда-то границы, правильно? Но у нас существует такое понятие, как генплан, где уже давно все разработано, где уже все расчерчено. Есть красные зоны, на которые, допустим, в силу, просто в силу законодательства это невозможно сделать. – Александр, в связи с этим, я уверена, что вам эстетически заборы тоже не нравятся. Я не встречала еще ни одного человека, может быть, по исключению, которым они нравятся. Вот каким образом вы бы влияли на ситуацию? – Я не испытываю, конечно, к ним неистовой любви, но все равно я считаю, что эта мера, она все равно обусловлена. И в том плане, допустим, я очень часто, я автомобилист, я очень много времени провожу за рулем. Я очень часто вижу, как мама идет, разговаривает по телефону, в другой руке держит мороженое, а ребенок бежит в сторону дороги. Вот как минимум, вот это хорошо, то, что он там есть. То есть ребенку нужно время, чтобы хотя бы перелезть через этот забор. Я видел то, что они в хаотичном порядке расположены, как бы вот это, да, вот это минус. – Ну и то, что их хочется назвать оградками, да? – Ну да, на дизайну можно было бы поработать, конечно, и сделать как-то все это эстетично. – В общем, я понимаю, вы бы хотели их убрать, вы бы хотели их оставить. – Да. – Все понятно. Еще какие-то есть, вот абсолютно непримиримые в ваших позициях моменты? с чем вы не согласны со своим оппонентом, вы? – Я сейчас не согласен с тем, что это безопасно, эти заборы. – Я тоже, поверьте, потому что, да, все-таки современный подход, он, честно говоря, вот полностью может объяснить, почему, например, на безопасность, к сожалению, это никак не влияет. Но это вот отдельную программу, честно, честно… – А когда происходит ДТП? – А я вот приглашу… – Не дай бог, конечно. – Можно приглашу вас в программу «Накипело», когда мы выйдем в новом сезоне, и поговорим про эти заборы отдельно, потому что, правда, есть что сказать. Сегодняшнее эфирное время все-таки хотелось бы потратить на представление ваших программ и видение развития уссурийска в будущем. У нас, кстати, осталось, ну вот буквально 3-4 минуты прямого эфира. Еще что-то хотите добавить? – В принципе, все. – Благоустройство, содержание и ремонт дорог, все ли вас устраивается? Хотели бы вы это изменить? – Я хотел бы спросить у своего оппонента, если вы пройдете, все-таки выиграете выборы, в какой бы вы хотели отдел быть, в каком комитете состоять при Думе Уссурийского городского округа, будучи депутатом? – То есть на что именно влиять? Вы знаете, да, вот все-таки вопросы там разные, где-то социальная сфера, где-то сфера благоустройства, экономика, финансовая. – То есть это формирование бюджета, экономика, финансовая. – Вообще я больше по молодежной политике, я думаю, потому что… – Социальная сфера. – Да, социальная сфера. – А вы, Александр, где себя видите? – Я бы себя видел как раз в таком благоустройстве, градостроительстве, экологии и коммунального хозяйства. Потому что вот именно там у нас есть вещи, над тем, чем можно поработать хорошо. – Какие именно пробелы вы видите? Вот что конкретно? К тому же, знаю, юридическую подоплеку, какую-то базу. Как вы понимаете, можно решить проблему, которую вы видите? – Это надо отдельную передачу. – Тоже отдельную передачу? – Это нужна отдельная передача. – Конечно же, нюансы есть. И как раз-таки все то, о чем мы выше разговаривали, вот в этот департамент, в принципе, все и входит в этот раздел. То есть это и благоустройство, и градостроительство. Не секрет, за что отвечают нас градостроительство и благоустройство. Также коммунальное хозяйство. То есть тут действительно можно очень долго и много об этом говорить, и нужно рассматривать все на конкретном примере. Освоение муниципальных средств, к ним у вас есть вопросы? Ну вот, считаете ли вы его эффективным? Исполнение муниципальных программ, все эти данные, они, конечно, доступны по истечению каждого депутатского года. – Конечно. Ну, они осваиваются. Я не знаю, конечно, сколько средств тратится, допустим, на каждую отдельную программу, но все равно, тем не менее, это работает. То есть, в принципе, то, что сейчас происходит, оно работает. Это вот вы говорили про вот этот вот дом, я тоже, мне довелось посмотреть видео, а вот у меня вопрос был, то есть, а это не переселили этих людей из ветхого аварийного жилья? А вы где этот дом взяли? То есть у нас действительно есть программы. И, в принципе, все вот эти заброшенные здания, ну, не все, но часть из этих заброшенных зданий, они действительно просто находятся в стадии разработки. А эти люди уже давно для них построили дома. То есть домов строится, на самом деле, достаточное количество. То есть это строительные компании выигрывают тендеры, то есть и муниципальные программы есть для этого, их расселяют этих людей. Вот вы нашли этих людей, почему вы сняли именно этот дом? По улице Адеева, да, людей не расселили, там живут люди, действительно. Скорее всего, да, программа начинала работать гораздо раньше, до 2012 года, и все, кто не подал документы, они в программу просто не вошли. Будет ли продолжение этой программы? Ведь средства используются федеральные, не муниципальные. Ну, мы будем надеяться, ждать, потому что еще очень много жителей, конечно, ждут расселения. Ну что ж, спасибо большое, уважаемые гости, что пришли к нам, рассказали о себе, удачи вам на выборах. Уважаемые телезрители, напоминаю, 26 августа, не 9 сентября, 26 августа, по округам номер 4 и номер 9 пройдут выборы, дополнительные выборы в Иссурийскую думу. Ну, а мы с вами увидимся в новом сезоне, уже смотрите программу накипело с сентября. Всего вам доброго, до свидания.